Уважаемые коллеги, сегодня замечательный день, сегодня есть повод поздравить Диану, которая, я уже узнал, работает полтора года, мы сейчас ее поспрашиваем, как у нее дела вообще, как она таких успехов достигла. С Элисты там рискнула переехать, да, я так понимаю. Сейчас расскажет, почему она это сделала, мы ее обязательно поспрашиваем в целом все вместе. Что приятно, что это не просто победа, для того, чтобы показать такой результат, я уже Диане говорил, что, слушайте, это мне кажется, надо, я не знаю, что делать, какими талантами, вообще всеми возможными этого мира обладать. То, что она у нас красивая, это видно, да, но то, что она умная, энергичная, это очевидно по результату. Я думаю, очень коммуникабельная, клиенты счастливы, причем результат не единый, правильно абсолютно отмечено. Диана у нас лидирует в рамках конкурса, который мы в начале марта на всю сеть проведем, наградим лучших вот с 1 июля по января, она у нас текущий лидер по всей сети, да, это очень важно, очень круто. И, наверное, очень важно, чтобы мы все понимали, что вот для таких результатов, ну, я надеюсь, что баланс находится с лишней жизнью, да, максимальный, и все там счастливы и довольны, но, как правило, чем-то приходится жертвовать, да. И вот хочется, наверное, пожелать, наряду с грамотой, чтобы вот жизненный баланс был, потому что в риелторской профессии, слушайте, это самое сложное, это так затягивает, да, что называется, чтобы потом, ну, не остановиться. Я на цене все-таки признание, да, на мой взгляд, потому что, знаете, все мы все-таки, я считаю, масло бы прав, все-таки признание – это важный момент, и я думаю, что человеком, который достигает такие результаты, двигает уже не только действие. Ну, убежден просто в этом, да. Поэтому, Диана, тебя поздравляю, чтобы было, чтобы еще несколько раз занимала первое место. Спасибо. Диана, ну, расскажи, как пришла в профессию вообще? Я знаю, что ты в другом агентстве работала, да, где-то? Да, я до этажей работала год у себя в регионе, в Республике Калмыкия. До этого у меня был свой бизнес, но он есть, он семейный, мне просто стало скучно, я решила попасть у тебя. Так что за бизнес, если не секрет? Стоматология. О, круто. Так, но там кто-то остался, правильно? Да. Так, а в каком агентстве работала? Республиканское наше, это не сетевое агентство. Ну, местное там, лидер, наверное, рынка? Да. Да, так, и как ты в Москву решила переехать? Мне хотелось быстрой жизни, большого города, в маленьком городе, мне, к сожалению, было некуда девать свою энергию. Так, когда мысль зародилась и потом как переехала? Сколько времени прошло? Полгода примерно. Полгода. Так, здесь как все, ты сразу же в этаже или как вообще? Да, я ехала целенаправленно, я знала, что я буду работать именно в этой компании. Так, почему? Нравилась и нравится корпоративная культура и, в принципе, атмосфера в компании. Так, то есть есть у тебя кто-то тут знакомый, получается? Нет, я, если честно, была в инстаграме искала риэлторов, кто где работает, была подписана и есть подписана, коллега из Тюмени. Когда первая сделка прошла? Ну, где-то на второй месяц. На второй месяц, да? А когда вот стали делать 3-4 сделки в месяц? Через полгода, наверное. И уже стабильно, да, вошли там, получается? Ну, круто. Так, сейчас небольшой блиц-опрос. Если, допустим, автомобиль выбирать, то какой? BMW. Так, хорошо. Если отдых, то куда? Острова или что-то больше, где экскурсии, красивая природа. Дальше вопрос. Как вы считаете, что в современной риэлторской компании, почему риэлторы работают или не работают, или уходят? Возможно, не все получается. Нет, а если все получается, вот, допустим, почему работают, и говорят, нет, все, в этой компании больше не хочу работать. Что для этого компания не так делает, как правило? И наоборот, что она должна делать, чтобы люди хотели там быть? Возможно, не слышат. Ну, да, это основное. Кроме Евгения Валерьевича, кто из заместителей, знаете, в Москве, из его заместителей? Из заместителей, ну, я знаю директора офиса. Нет, а вот есть заместитель у него? Нет, по-моему. А директора офиса? Директоровну Ксения Кузнецова. А кроме нее? Недавно офис на Востоке открылся, забыла имя, но коллега была здесь с нами в офисе. Регина Гордеева из Сити и из Одинцова. Все, все в курсе. Да. Все, смотри, кем мечтала в детстве стать? Полицейским. Милиционером в то время. Милиционером, хорошо. Почему не стала? Ну, подросла, поняла, что это не так романтично, как казалось в детстве и не стала, да. Так, хорошо. Так, ну и, наверное, заключительный вопрос. Что главное, за счет чего такие результаты, как с клиентами, что тебя от других отличает? Точно ведь что-то есть? Ну, общаюсь постоянно на связи, пытаюсь понять, что клиентам действительно нужно не с целью, там, просто продать или, там, с размером комиссии, а именно, чтобы вот мечта сбылась, чтобы он купил то, что, где ему будет хорошо в дальнейшем. Угу, хорошо. Так, ну что, давайте еще раз похлопаем и поздравим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ